Должен был начать Антон Андреевич как руководитель общественного приема депутата Государственной Думы Камоцкого, но Антон Андреевич сейчас занят разборками, ожидаемыми разборками, мы их ожидали, что тема достаточно острая и будут попытки сорвать это мероприятие. К сожалению, это в последнее время становится визитной карточкой органов нашей власти, они не хотят слышать то, что может им не понравиться. Хотя они еще не слышали ничего, здесь то, что мы сегодня будем рассказывать, еще не связано с фактами какой-то коррупции. Мы будем вести речь сегодня о, хотели бы представить вашему вниманию доклад о коррупционных подтекстах в деятельности Открытого Акционерного Общества Корпорации Развития Калужской области. Почему мы решили начать эту тему? Да, я представлюсь, Черников Виталий Алексеевич, я представляю на сегодняшний день общественное движение «Гражданский патруль» и являюсь помощником Анатолия Андреевича в организации медиа-центра Калужского обкома КПРФ. Все, освободите, пожалуйста, помещение сейчас, которое вам на данный момент, это помещение вам не принадлежит. Да вам не обязано сейчас никаких документов давать, молодой человек. Что? Вам не обязано сейчас здесь давать никаких документов. Вам сказали, в два часа у вас документы будут. У нас в нашей дистанции касается коррупционных подтекстов в деятельности КПРФ. Но, прежде чем я принадлежу сейчас компарации, вы ориеной здесь небольшие такие, то, в складочные данные. Основные длины и, конечно, на них сообщают, что есть на миссии. Ну, первое, основная длины с включением прибыли. Я же без этого, опять же, тренироваться, что вас длины. Стараюсь, что это определенная длина, здоровая помощь. Но мы пока не можем. Он имеет этой длины для предоставлять от первоначальных технического центра. Для чего создается, наверное, общество? Это образец, бизнес, 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 бизнес. Для чего для этого лежит vy... Анатолия, что создается, возможно, в том числе. Сейчас уже такой, кстати, это образцовый взаимный предатель. Вы замашевшие? Итак, спасибо, пожалуйста. Спасибо. 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 А убытки. А теперь уже акционеры. Там то он банк, а здесь то он акционер. Они должны покрывать за счет своей доли. То есть если предприятие оказалось убыточным, дальше нужно из себя брать и эти 25% убытков покрывать. Теперь надо покрывать только 11% убытков. У меня такое ощущение, что этот процесс продолжится и дальше. выхода этого акционера. Но заметьте, что за это время замечательная организация корпорации развития Калужской области не получила никакого другого акционера. Никто не заинтересовался этим проектом по какой-то причине, который так хвалит внешнеэкономбанк и который во всех отчетах звучит как героическая организация, создавшая нам инвестиционный рай здесь. Так, это что такое? Да. Вот. Теперь есть еще один ответ министра экономики, министра экономического развития тоже на запрос депутата Горбатина, который был чуть ранее. В этом ответе написано следующее. Критерием, там был вопрос, а как вы определяете эффективность деятельности корпорации? Там написано, критерием эффективности корпорации является ее инвестиционная деятельность, результаты которые вполне успешны, говорит министр экономического развития. С 7 по 13 годы приличено более 178 миллиардов рублей. Ну и так далее. Приводятся цифры этого успеха. Из них 18 миллиардов налогов поступило в консолидированный бюджет Калужской области. Ну то есть это самой области и тем муниципалитетам, на территории которых расположены некоторые из инвестиционных площадок. По итогам деятельности корпорации, а теперь заметьте здесь цифры. В 2010 году была получена прибыль, сейчас будет смеяться 30 миллионов рублей. 2011 год пропущен тактично министром, потому что там был убыток. В 2012 году 5 миллионов рублей и в 2013 году 17 миллионов рублей. А теперь сравните с теми миллиардами, которые перечисляются за областью на капитализацию корпорации. Вот это прибыль. Сколько тут? Слезы. 30, 35, 36 и 17, 52 примерно миллиона прибыль. За этот же период, который он тут говорит, было перечислено 5,4 миллиарда в корпорацию бюджета Калужской области. 5,4 миллиарда перечислено, 52 получено. Это нас тоже. Меньше одного процента. Да. Итак, что мы имеем? Подводя итог под этим блоком. Коммерческая регионация работает без прибыли. Не приносит своим акционерам прямой выгоды. Более того, ее деятельность является в основном убыточной. Это написано в ее отчетах. Тут ничего обидного нет. Они сами об этом пишут. Дальше. Дивидендов акционеры не получают. По разным причинам. Ну, в разные годы. И в 2014 году дивидендов они тоже не получают. Далее. Один акционер, Внешнеэкономбанк, выдает КРКО кредиты. Другой акционер их дисциплинированно оплачивает из бюджета. Выглядит это все примерно так, да? Внешнеэкономбанк выдает кредит. Появляется Калужская область. И денежки из бюджета перечисляет. После чего эти денежки идут и проценты по кредитам, и тело кредитов оплачиваются из этих денег. В чем же выгода тогда? Ну, должна же быть выгода от коммерческой организации какая-то. Ну, и у того акционера, и у другого. Судя по всему, интересы разные у акционеров. И это нормально. То есть один интерес, другой другой. Какой интерес у банка? Совершенно понятен. Проценты по кредитам. Значит, доход практически беспроверечный. В одном из отчетов корпорации, в отчете, сказано. Уровень риска неисполнения обязательств перед Внешнеэкономбанком по кредитным соглашениям оценивается как низкий, так как погашение основного долга и процентов по кредитам осуществляется за счет средств, поступающих из бюджета Калужской области в форме взноса в уставный капитал корпорации и субсидий. Ну, тут крыть нечем. Тут написано в очистенной корпорации. То есть не рискует ничем Внешнеэкономбанк. Даже в самой тяжелой ситуации деньги, даже если совсем будет плохо в корпорации, деньги из бюджета перейдут по обязательствам Внешнеэкономбанка. Нормально, молодец Внешнеэкономбанк. Устроился в этой организации отлично. И мало того, что он проценты получает, а если бы она еще и успешно работала, он бы еще и дивиденды получал. Проценты по кредитам, да еще и дивиденды по... Проценты не менее 9,5 процентов. Вот. Это записано. Так, а вот что же, в чем же выгода второго акционера? Давайте разберемся. Это важнее, потому что второй акционер оперировать не своими деньгами. Внешнеэкономбанк оперирует коммерческими деньгами. Ну, они так считаются. Он тоже участник рынка. А Калужская область – это публичные органы власти. Эти публичные органы власти распространяются нашими деньгами. Деньгами, которые мы в виде налогов туда платим. Все причем. И служащие, и коммерсанты – все платят налоги. Поэтому нам пишут, что область получает дополнительные доходы в бюджет за счет привлеченных резидентов. То есть не прямая выгода. Тоже допускаем вариант такой, да. Выгода не прямая, а эти деньги приходят из налогов, которые платят новые предприятия. Однако это несколько противоречит уставу КРКО. Где в пункте 2.1 на этот счет, последняя редакция устава, на этот счет сказано другое. Основной целью деятельности общества, корпорации имеется в виду, является реализация концепции развития индустриальных парков Калужской области. Теперь внимание. С целью извлечения прибыли. То есть основной целью деятельности организации, да, является, как бы, вернее, задача обслуживания, а цель – извлечение прибыли. А прибыли нет. Ну, хорошо, мы можем сказать, ладно, простим, если достигается очень большой общественно значимый результат, да, и КРКО является действительно той организацией, которая вот привлекла всех этих инвесторов, там, и обеспечила эту нам замечательную бюджетную самодостаточность, вот. Хорошо, это сделала она, но тогда возникает другой вопрос. Вот давайте теперь посмотрим, какие органы власти и организации ими созданы, кроме КРКО, занимаются вот работой с инвесторами у нас сейчас официально. Первое – это Министерство экономического развития Калужской области, 120 человек там работает. Это Министерство развития информационного общества, 57 человек работает. В положениях о министерствах сказано, что они участвуют в проектах по привлечению инвесторов, ну и так далее. Это Государственное автономное учреждение Агентства регионального развития Калужской области, 32 человека. Могу ошибаться в цифрах, потому что там людей принимают, увольняют, я на тот момент, когда эти цифры получал, вот они такие были, да. ООО – Агентство инновационного развития, 10 человек работают. Вот все они также, отчеты у них висят на сайтах, все они также активно отчитываются о своей деятельности теми же самыми параметрами, заявляя о том, что их усилиями привлечены на территории области вот эти десятки иностранных инвесторов, которые дали. Тогда немножко что-то не складывается. Получается, что, да, еще кроме вышеперечисленных, существует Калужское отделение Автономной некоммерческой организации Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, возглавляемое бывшим гендиректором КРКО Виталием Еремеевым. Он входит сейчас в совет директоров КРКО. Напрямую она не занимается, эта организация, работая с инвесторами, но деятельное участие и в самой корпорации, и в процессах инвестиционного, она федеральная, это отделение организации, но у нас в Калужского она занимается в том числе и этим. Тоже вот нянька этого дела всего инвестиционного. Так вот, кто шил костюм, да, возникает вполне полонерный вопрос. Если все успехи записать на КРКО, что вот 219 человек перечисленных людей в этих организациях, что они делают каждый день? Вот 219 человек, получающих зарплату, отчитывающихся вроде бы тем же, что и КРКО. Но министр Попова в своем письме пишет, что это именно КРКО привлекла, и поэтому мы не берем с нее дивидендов и не требуем от нее прибыли. Потому что вот она так хорошо сработала, что... А вот эти 219... Вот давайте представим, а что делают эти люди, если нет, если не они привлекли эти предприятия? Что они делают каждый день? А если эти 219 человек, не будем их обижать, действительно, реально заняты делом? Если они каждый день занимаются привлечением инвестиций, тогда возникает вопрос. А при чем здесь КРКО? Ну, либо тогда надо не делить доли. Не надо тогда говорить, что все это делает КРКО, да, а мы ничего не делаем. Или мы делаем все, а КРКО ничего не делаем. Тогда мы хотели бы знать, а какую же долю из этой массы дел делает КРКО? И сопоставима ли эта доля с теми деньгами, которые ей перечисляются? Ведь больше никому такие деньги не... Представляете, в год перечисляется каждый год полтора миллиарда. А в соответствии с планом антикризисных мероприятий на 2015-2017 годы, это отдельная тема будет нашего следующего доклада, да, там уже увеличивается сумма на капитализацию КРКО до 1,6 миллиарда рублей. То есть на 100 миллионов в год увеличивается, это при том, что бюджет режется, все социальные расходы мы режем, зарплату урезаем, а КРКО увеличиваем. Теперь посмотрим, собственно, на КРКО, да, вот теперь посмотрим, что же это из себя представляет эта организация. Ну, вот на сайте КРКО вот такой вот есть вещь. Корпорация развития Калышкова, видите, написан сайт, наша команда. Мы не успели запросить корпорацию развития о том, в каком виде вот эти люди входят в команду КРКО. Здесь написано Артамонов, Лаптев, Потемкин, Любимов, ну и так далее. Длинный список чиновников, которые КРКО, заметьте, коммерческая организация считает своей командой. Но либо это самодеятельность КРКО, и она должна быть приостановлена, потому что никак губернаторы, его заместители и так далее не могут входить в команду КРКО. Это может быть в персоналах, люди там, ну, исполнители, ну, нормально. Но вот эта команда показана на сайте, а вот количество людей, работающих в корпорации, вы не найдете. Вот не работающие люди показаны в корпорации как команда, а вот сколько там реально работают людей, да, этого нет. А на сайт любого министерства заходишь, да, список, телефон, исправочник, фамилии, даже фотографии висят. В КРКО этого нет. И вот что из себя представляет КРКО в виде схемы, да, вот внешний экономбанк, министерство, создали корпорацию. И дальше, и дальше корпорация начинает плодить, заметьте, организации. Вот они появляться начинают. Вот вы сейчас будете удивлены количеством этих, это не все. То есть я не успел, закончился период бесплатного пользования этой справочной системой, я не успел всех выцегонить из интернета, но тем не менее, вот она такая. Значит, вот вы видите, вот это раздельные сети. Значит, что здесь означают цвета, да, вот, ну, синенький, голубой, там, они просто означают, что это вот структуры более-менее приличные, ну, да, а дальше начинается такая вещь. Вот зеленым это показаны организации, которые либо являются офшорными, либо есть большое подозрение, что они офшорные. Ну, в данном случае это Life and Adam Limited Keeper, ну, это чисто офшорная компания. Это соучредители одной из подозрений ООО «Апарк», которая предлагается в качестве основной площадки для размещения там бизнеса. Второй, Черноморский, значит, банк торговли и развития, учрежден в Салониках, Греции. Ну, и Европейский банк реконструкции развития, организация солидная, но сейчас непопулярная в нашей стране, поэтому вот эта структура сейчас даже непонятно, ну, как она, как она может существовать, да, в эпоху прибызде офшоризации. Вот зелененьким тоже показаны технопарк Грабцево. Здесь и еще в одном технопарке размещены предприятия фарм-кластера. Вот 70% этих предприятий в соответствии с справочной информацией являются предприятиями офшорными. Зарегистрированы на Кипре, в Дании и в Нидерландах, в офшорных зонах. Во всяком случае, их учредители, прямые, единственные учредители, это офшоры. Вот этим коричневым цветом показаны две организации, которые сейчас уже практически не являются собственностью области. Ну, через корпорацию ООО, стратегия была приватизирована, было перечислено и уставный капитал, и через какое-то время она стала частным заведением господина Бобровникова. Кстати, из Малорославца, он, по-моему, где-то базируется там. Да, ООО Калужской ипотечной корпорации находится в стадии доприватизации. То есть уже из нее все официальные лица вышли, остался только фонд имущества и частные люди сейчас там остались. Сейчас вот выйдет еще фонд имущества, и она тоже станет такой вот частной компанией. Есть такие вот забавные вещи, как Калужский областной водоканал, учрежденный ООО, учредил некоммерческое партнерство Федерации кикбоксинга Калужской области. Это вот в плане экономики не очень понятно. Она сейчас уже, конечно, ликвидирована, эта организация закрыта, но был период, когда несколько лет подряд ООО «Водоканал» учреждал и каким-то образом спонсировал эту организацию. Здесь частные компании, учрежденные Калужской ипотечной корпорацией, их тут много, все они с недвижимостью связаны. Это очень интересная тема. Вот этот блок можно отдельно рассказывать о том, что там происходит. Я его коснусь. Но дальше мы коснемся... Вот все вот эти вещи очень... Да, здесь наполовину офшорные. Один из учреждителей тоже офшорный. Значит, вот все вот эти синенькие блоки, большая часть из них – это действительно организации, созданные для либо размещения инвесторов, либо экономического характера, их деятельность заключается экономическая. Но есть организация, автономная некоммерческая организация, называется Калужская международная школа. Вот я хочу на ее примере, потому что это самая безобидная здесь вещь. Здесь нет больших денег, здесь нет никаких каких-то крутых там, значит, кредитов и так далее. Но если здесь, в этом маленьком и невинном заведении обнаруживаются некие коррупционные подтексты, то тогда возникает желание более подробно ознакомиться со всем списком. Так вот, да, до школы еще пока, вот давайте. Есть еще один момент, очень важный. Вот эти пять человек – Служаев, Сергей Юрьевич, Милькис, Николай Александрович, Попов Владимир Юрьевич, Иванов Юрий Борисович и Егерев Игорь Борисович – это лица, которые наиболее часто упоминаются в связи с деятельностью Корпорации развития Калужской области и учрежденных ее организаций. Вот давайте посмотрим, как эти пять человек, какие организации они возглавляли. Значит, Служаев, Сергей Юрьевич, его зона, вот она. Это ООО «Международный аэропорт Калуга», он там работал гендиректором, пока не появился новый. ООО «Калуга-Граждан-Проект», эта организация будет упоминаться у нас дальше. ЗАО «Граждан-Проект», ООО «Б-Парк», это наша корпорация, и ООО «Индустриальная логистика», тоже одно из подразделений Корпорации развития Калужской области. Милькис Николай Александрович, его часть вот она. Он возглавлял ООО «Индустриальный парк Вольсина», жилищный комплекс «Долина», ООО «Калужская ипотечная корпорация», я о ней говорил, да, и ЗАО «Калужский инвестиционный проект», учрежденный корпорацией. ООО «Технопарк Грабцев» он возглавлял, и, конечно же, он длительное время побыл директором ООО «Корпорации развития Калужской области». Следующий Попов Владимир Юрьевич, он же министр экономического развития. Его зона, вот она показана, он возглавлял также ООО «Калужская ипотечная корпорация», ООО «Калужский областной водоканал», ГП «Калуга-Облводоканал», ООО «Дальше», да, жилищный комплекс «Долина» и, опять же, являлся директором ООО «Корпорации развития Калужской области». Следующий, товарищ Иванов Юрий Борисович, он отметился в трех только проектах, собственно, ООО «Калужский областной водоканал», ООО «Калужская ипотечная корпорация», и ООО «Корпорация развития Калужской области». И последний человек, Егерев, возглавлял ООО «ОСППТ Людинова», это особая экономическая зона, и ООО «Технопарк Грабцево», и ООО «Калуга-Инвест». Сейчас я расскажу более подробно об этой схеме. Остановлюсь на егере Игоря Борисовича, потому что о нем дальше разговора не будет, но это важный момент. ООО «Калуга-Инвест» – это одна из следующих точек нашего изучения. ООО «Калуга-Инвест» – организация, занимающаяся поставками горячей воды в теплосеть. Ее учредителями на сегодняшний момент, неожиданно она была создана, ее учредителями на сегодняшний момент являются практически все муниципальные образования и предприятия, подающие тепло в Калужской области. Практически все. Ну, где есть эта тема, где есть эта проблема. Практически все. Что она делает в этой части, непонятно. Но в уставный капитал ее каждый муниципалитет внес немалые суммы. По 500, по-моему, там тысяч рублей. А в сумме у нее там неплохой уставный капитал. Чем она занимается, мне понять пока не удалось. Будем расследовать. И зачем она создана? Вот для подачи горячей воды на властном уровне ООО. Да? Тем отдельно. Идем дальше. Теперь, что у нас остается в сухом остатке здесь? Какие же наиболее привлекательные для... И какие люди наиболее отметились зоны, где я подозреваю возможное наличие коррупционных проявлений? Самое такое явное, да? Это у нас, получается, три человека. Во-первых, Милькис Николай Александрович, Попов Игорь Владимирович, Иванов Юрий Борисович. И две точки, в которых сходится наибольшее количество желающих в них посидеть. Это ООО «Корпорация развития Калужской области» и ООО «Калужская ипотечная корпорация». Вот, значит, что касается того, чем люди занимаются эти сейчас. Ну, Иванов сейчас возглавляет Корпорацию развития Калужской области и одновременно является директором одного из других подразделений корпорации. Милькис сегодня возглавляет Корпорацию развития Московской области. То есть процесс пошел, этот человек пошел на повышение. Но я бы вернулся буквально на секунду назад и обратил ваше внимание на то, что господин Милькис и господин Попов одновременно являлись, ну, как бы, последовательно являлись генеральным директором жилищного комплекса «Долина». То есть я могу предполагать, что они и жили вместе. Мало того, что они коллеги, они еще и соседи. И, может быть, этим объясняется столь, ну, как бы, вот, желание быть всегда с людьми, которым можно доверять, да? Но скажу, что Милькис Николай Александрович был еще директором такого ООО «Северный завод». Об этом я скажу чуть позже, а, может быть, не скажу, если у нас не хватит времени. Это было много лет назад, это в Обнинске происходило. Обнинск вообще очень интересный город с этой точки зрения. Вот что же получается у нас? Частная компания, да, без конкурсных, частная компания ООО «КРКО», без конкурсных процедур, заметьте, да, получает эксклюзивное право распоряжаться огромными бюджетными средствами и имуществом Калужской области. Ей переданы земли, помещения различные для ведения этой деятельности и так далее. Она получила их без конкурса, как уставный капитал, и распоряжается им без конкурса. Фактически все кредитные обязательства этой частной компании покрываются за счет средств областного бюджета, о чем прямо говорится в отчетах. В качестве обеспечения по кредитам выступают только государственные гарантии Калужской области, не только государственные гарантии Калужской области, но и залог земельных участков, принадлежащих корпорации. Это индустриальный парк Орсина и ООО «Международный аэропорт Калуг». Они являются примером залога. То есть, если случится что, аэропорт уже не будет в собственности Калужской области. Он будет совсем в других руках. Корпорация имеет ряд постоянных коммерческих партнеров, с которыми заключают договоры на выполнение тех или иных работ или оказание услуг. Среди них часто упоминаются акционерное общество МСУ-86 промышленного строительства и ООО «РС-консультанты». О них пойдет речь чуть ниже. А сейчас я бы хотел вернуться к школьному примеру, к этой школе. К тому невинному маленькому учреждению, которое учреждено пятью учредителями. Собственно, ООО «Корпорация развития Калужской области», Калужский региональный благотворительный фонд возрождения, ООО «Нерудстройкомплекс», ЗАО «РС-консультанты» и КИН Ирина Борисовна лично учредили Калужскую международную школу. Что такое Калужская международная школа? О ней губернатор неоднократно докладывал на разных форумах, чтобы создали такую инфраструктуру замечательную, где теперь могут учиться не только дети экспатов, но и наши дети, дети наших граждан. Международная школа имеет сертификат кембриджский, который был получен после того, как из бюджета Калужской области были выделены 120 рублей на строительство бассейна. Потому что без бассейна, входящего в комплекс школы, сертификат выдавать нельзя. В этом успешном порядке были изысканы 120 миллионов рублей. За 4 месяца построен был бассейн без конкурса и без проекта. Об этом у нас есть записи строителя, который это строил. Он рассказал подробно, как это все было. Но дело не в этом. Дело в том, что школа выдает международный сертификат, который дает право поступать в учебные заведения в Европе без сдачи экзаменов, в высшие учебные заведения. Закончил школу, но, к сожалению, не дает российского образования. То есть, эта структура, созданная корпорацией, работает на то, чтобы дети наших россиян, кто там учится, уезжали навсегда в Европу. Что же за учредители здесь, которые создали такой блочок такой? Давайте посмотрим. Их уже у корпорации развития Калужской области, само собой, Калужский региональный благотворительный фонд, нейростроекомплекс и так далее. Давайте 0 рублей уставленный капитал. Итак, Калужский региональный благотворительный фонд возрождения. Здесь просто идет картинка, видимо, компьютер не читает. Идет картинка из Игрю. Учредителем является фонда один человек. Артамонова Зоя Вилосина. Идем дальше. ООН «Ерудстройкомплекс». Учредителем этой организации, генеральным директором, является некто Прокушева Надежда Владимировна. Запомним эту фамилию. Прокушева Надежда Владимировна. Нерудстройкомплекс. Зало РС «Консультанты». Это организация Калужская. Ее учредителем является Институт Калуга гражданпроекта. Здесь также имеется из Игрёва справочка ООО «Институт гражданского объективного корт Калуга гражданпроекта». И Кин Ирина Борисовна. В девичестве Прокушева Ирина Борисовна. Супруга предыдущего директора школы Пола Майкла Кина. И предположительно, паспорт мы не смотрели, но все опрошенные нами свидетели, и работающие в школе, и в Обнинске, говорят, что это дочь обнинского бизнесмена Бориса Зорьевича Прокушева. И Прокушевой Надежды Викторовны. Которая является, как мы уже увидели, учредителем ООО «Нерудстройкомплекс». И еще ООО «Тантал». Тоже запомним это название. ООО «Тантал». Вот, по сути, эта школа создана семейным таким коллективом. Почему семейным, скажу чуть-чуть дальше. Значит, Калужский проектный институт гражданского строительства застройки городов в поселке Калу-Граждан-Праев. И эта организация учреждена, по-моему, Калужским фондом имущества. Там несколько таких учредителей. Но в разное время в ней, в этой организации, успели поработать, побыть в союзе директоров Попов Владимир Игоревич и Служаев, один из директоров корпорации развития Калужской области и так далее. То есть, эта организация вполне себе системная. Причем тут упомянутый выше акционерное общество МСУ-86 промышленного строительства, с которым корпорация заключает достаточно много договоров на различные виды работы по обустройству технопарков и так далее. ООО «Монтажно-строительное промышленное строительство» учреждено открытым акционерным обществом МСУ-86. Отличие небольшое, но существенное. Значит, это акционерное общество, это ООО. Ну, казалось бы, ничего страшного нет, но смотрим, кто такое ООО «Монтажно-строительное промышленное промышленное строительство» Это монтажно-строительное промышленное общество учреждено обществом с ограниченной ответственностью ТАНТАУ, о котором мы уже упоминали, директором и учредителем которого является Надежда Викторовна Прокушева. Общество с ограниченной ответственностью ТАНТАУ. Вот оно. Прокушева, Надежда Викторовна. Все рекредиты – это из ИГРЮ данные. Вот все эти факты, на которые хочется получить ответ. А почему так? Ну, кто-то должен сказать, Ну, почему вот даже в этой маленькой школе сошлись вот такие фамилии, да? Все достаточно известные фамилии нам, да? И каким-то вот кандибоберам через какие-то... И через дочь, через жену там и так далее, да? Через... Было запрошено, что депутат Родин, депутат Государственной Думы от КПРФ запросил, когда он еще на параду Российской Федерации, проверить деятельность корпорации. Но, может быть, все это не так просто происходит, да? Ему пришел ответ за подписью председателя Калужской, почему-то, контрольно-счетной аппараты Бредихина. В этом ответе он абсолютно комплементарный. В нем говорится, что все замечательно, все здорово и так далее. И написано, «Государственная поддержка институтной деятельности может быть оценена показателем социально-экономической эффективности, характеризующими количество созданных рабочих мест, объемом инвестиций в основной капитал. В результате реализации институтных проектов освоено столько-то. Ну, в общем, короче, замечательная работа, поэтому мы все проверили и все блестяще. Бредихин. Это фамилия не новая в Калужской области, но в нашей презентации она новая. Теперь смотрим на государственный долг Калужской области. Вот все здорово, мы все наладили, институтная деятельность принесла нам потрясающие результаты. Смотрим. Это данные Минфины РФ со всеми цифрами по месяцам. С декабря 2013 года по февраль 2015 года. Вот это кривая долга Калужской области. Мы видим, что она неуклонно растет. Вот эта красная линия тренда, то есть это общая линия состояния долга, она имеет тенденцию к устойчивому росту. И пока никаких причин его снижать не было даже в отсутствии кризиса. Сейчас, когда начали закрываться предприятия, 46% составляющих экономики области, это Volkswagen, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, это может оказаться еще круче сейчас линия. Но, тем не менее, никаких существенных чудес вот в этом в росте долга пока не наблюдается. А теперь посмотрим на бюджет Калужской области. Это вот по данным теперь Минфина Калужской области, это наш бюджет 12, 13, 14, 15 исполнение. А это прогноз. То есть это вот исполнение уже, данные есть, а это прогноз тоже Минфина. Вы видите, что был небольшой скачок в 2014 году по бюджету и прогнозируется дальнейшее падение. Если наложить эти две диаграммы друг на друга, то получится такая вот ножница встречная. Долг растет вверх, а бюджет ползет вниз. Причем здесь корпорация развития Калужской области? Причем здесь ее вклад? Почему нужно тогда продолжать снабжать эту организацию деньгами и даже в условиях кризиса? Мало того, увеличивая на 100 миллионов ежегодный транш в ее уставный капитал. Причем это декларируется как один из способов снизить издержки бизнеса. То есть раздел в плане стоит, там написано снижение издержек бизнеса. До капитализации ООО КРКО Калужской области. Каждый год 1,6 миллиарда. Это при том, что не хватает на медицину миллиардов, на образование и так далее. И вот фамилия Бредихин. Теперь опять мы говорим о подтекстах каких-то. Почему Бредихин написал такой комплементарный материал, если в контрольной счетной палате есть наверняка информация, которая лежит в открытом доступе и на сайтах Минфины, и в Министерстве Калужской области. Почему пишется материал, ответ депутата Госдома столь комплементарный? Оказывается, есть такая маленькая облинская строительная компания ООО «СМУ-2ПРОМ». И среди учредителей, их там человек 20 учредителей, ну у них там все меньше и меньше доли, но среди учредителей мы встречаем знакомые фамилии. Бредихина Людмила Николаевна, это жена нашего начальника контрольной счетной палаты, Прокушев Борис Зоревич, уже известный нам, и Артамонов Евгений Анатольевич. Это сын нашего губернатора, по ИНР мы проверили. Это не однофамилия своя. Ну, если, видимо, это случайно осталось незачищенным, вот эта маленькая, ну она как-то где-то там, видимо, на хвосту, но она в игре, она есть. То есть она высвечивается, как организация, все, ну, не работает, может, там нет прибыли, не знаю, что там. Но вот они, вот, она создана давно. То есть это показывает, что не случайен тот набор фамилий, который курсирует вот в этих больших деньгах. Да? Семья. Да. Два слова о Прокушеве Борисе Зоревичу. Вообще это очень интересная личность. Я бы ей посвятил отдельный разговор. Дело в том, что вот наша попытка отыскать его, места его работы, привела к тому, что это бесчисленное количество мест, огромное количество организаций. Значительная часть из которых закрывалась через несколько месяцев, после того, он приходил туда руководителем. И странным образом это закрытие совпадало с очередной избирательной компанией. Я не знаю, может это случайность. Но этот человек, вот, умеет хорошо закрывать компании. Или сливать их с другими. Так вот, открытое акционерное общество Обнинское, открытое промышленное акционерное общество, это общество, которое когда-то, это была очень мощная, сильная строительная организация. Она была государственная, потом она приватизировалась. Там было сначала УС, где ее руководил. Значит, там было много трансформаций различных. Ну вот, скажем, на одном из этапов учредил это общество, комитет по управлению имуществом Калужской области. Он учредитель, но он не является акционером. Он его учредил. Видимо, внес какие-то деньги в уставный капитал. А дальше, ну, пошли акции продаваться. Это уже действительно коммерческая организация. Но кто же владеет этими акциями, вот в этом открытом акционерном Обнинском обществе? Читаем. ООО «Новые строительные системы». Доля в уставном капитале почти 20%. Прокушев Борис Зорьевич. Доля в уставном капитале 19%. ООО «Тантал», уже известная нам. Доля в уставном капитале 13%. Межрегиональная торгово-промышленная ассоциация. Доля в уставном капитале 10 и 27. Вот эти организации владеют не только контрольным пакетом, они владеют абсолютным большинством акций в этой организации. Это тоже такая семейная организация. А теперь смотрим. Да, я не сказал, что ООО «Новые строительные системы» и учредителем является ООО «Тантал». Ну, как бы, как бы, все это один карман. А теперь читаем на сайте, из биографии губернатора Головской области Анатолия Атамон. На сайте, вот, по ссылке, на сайте областной администрации написано, что в 91-м году Анатолий Дмитриевич переезжает в Обнинск, где вскоре становится исполнительным директором Обнинского строительно-правочного акционерного общества. Принимал активную часть в создании так далее. То есть, у нас есть даже протокол заседания этого акционерного общества, где приветствует Анатолий Дмитриевич и воспринимает его заслуги, и ведет это заседание Борис Зорьевич Прокушев. Вот, как бы, на этом пока все. Можно задавать вопросы.